В Санкт-Петербурге начал свою работу седьмой международный газовый форум в конгрессно-выставочном центре Экспофорум. Собрались ведущие нефтегазовые энергетические компании России и зарубежья. О первом дне форума и об участии якутян расскажет Айсена Бурнашова. Сразу в первый день работы форума в рамках деловой программы у делегации Якутии запланирована встреча с представителями Газпрома по вопросу работы данной компании на территории республики. На территории республики у нас сегодня четыре газотранспортных системы, работающих независимо. На всех этих четырех системах Газпром не присутствует. Это ЕТЭК и АРОСАГАЗ. Поэтому газ пока у нас не поступает в наши регионы, потому что не построена Сила Сибири. Газпром еще не имеет сетей в республике для того, чтобы подавать газ. Когда построится Сила Сибири, мы будем получать газ в четыре района. Это Ленский, Олегминский, Алданский и Нюрненский районы. На площадке газового форума также развернулась широкая деловая программа от пленарных заседаний до кейс-турниров. В этом году организаторы большое внимание уделили молодежи. Так развернулась крупная информационная площадка, где эксперты обсудили новые векторы развития газовой отрасли и карьерных возможностей будущих специалистов. Индивидуальная культура безопасности очень модное слово сейчас, которое пришло к нам из атомной энергетики, активно обвиняется на транспорте и в электроэнергетике в том числе тоже. Газовый форум дополнила и обширная выставочная зона по направлениям. Инновации, газомоторное топливо и Росгазэкспо. Свои разработки здесь представили и компании, которые не первый год сотрудничают с Якутией и Дальним Востоком. За 10 лет сотрудничества прошли испытания, то есть есть специальные исполнения, которые предполагают эксплуатацию оборудования в суровых климатических условиях, это до минус 60. Соответственно, именно такие установки и приходят в республику Саха, Якутия. Новые перспективные виды установок, представленные на выставке, возможно, будут применены в Якутии. Что касается вопросов потребления газа в мире, то уже появились предпосылки того, что в 2050 году Европа перейдет на возобновляемые виды электроэнергии, то есть на энергию солнца, воды и ветра. И уже в скором будущем откажется от угля, нефти и немного погодя от газа. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.